Мы снова приветствуем вас на нашем канале. Вашему вниманию мы подготовили видео, посвященное лучшим зарубежным хитам 1984 года. Всем приятных просмотров! I Want To Break Free В переводе с английского «Я хочу освободиться» Песня английской рок-группы Queen из альбома The Works, написана Джоном Диконом. Песня во многом известна благодаря своему видеоклипу, для которого все музыканты группы переоделись в женские одежды, пародируя самый длинный сериал в Великобритании – Coronation Street. Несмотря на это, песня стала гимном Африканского национального конгресса. Песня британской группы Frankie Goes to Hollywood, ставшей ее дебютным синглом. Сингл вышел на лейбле ZTT Records и в конце января 1984 года достиг первое место в британском национальном сингловом чартере. Потом песня вошла в первый альбом группы, озаглавленный Welcome to the Pleasure Dome, появившийся на прилавках в октябре 1984 года. Песня с альбомом мюзикла «Шахматы» выпущена отдельным синдром. Слова Тима Райса, музыка Бенни Андерсена и Бьорна Ульвиуса из ABBA. Британский актер и певец Мюррей Хэд читает стихи. А припев поет Андерс Глендмарк, шведский певец, автор песен и продюсер. В переводе с английского я просто позвонил, чтобы сказать, что люблю тебя. Песня в исполнении Стиви Вандера, вышедшая в 1984 году и возглавляющая чарты США, Великобритании и многих других стран, и получившая музыкальный Оскар. Бихен Джапен Дебютный сингл группы «Эльфами». Релиз состоялся 5 января 1984 года. Сингл ждал большой успех во многих странах, включая Швейцарию, Германию, Швецию и Венесуэлу, где он достиг первого места. Песня также покорила вершину чарта Hot Dance Club Play в декабре 1984. Бихен Джапен одна из двух самых известных песен группы. На ее основе создала немало кавер-версий. Их исполняли Гуана Айп, Сандра, Энт Уан, Ким Оно и другие. Гуана Айп, Сандра, Энт Уан, Ким Оно и другие. Гостбастерс. Охотники за привидением. Песня 1984 года. Записана Рэйм Паткером Блашем, как заглавная тема к одноименному фильму. С Биллом Мюрреем, Дэном Эйкроидом, Гарольдом Рэмисом и Эрни Хадсеном в главных ролях. 16 июня 1984 года. Песня дебютировала на 68-м мерзе. Billboard Hot 100. И уже 11 августа заняла первое место, оставаясь на последующие три недели. Также заняла второе место в UK Singles Chart. 16 сентября 1984 года. Оставаясь на этом месте три недели. 2 ноября 2008 года. Песня вновь вошла в UK Singles Chart. Занял 49 место. Smooth Operator. Четвертый и последний сингл с дебютного альбома Diamond Life английской группы Sate. Он был выпущен в 1984 году в Англии на студии Epic Records. И в 1985 году в США Portrait Records. Сингл достиг первого места в американском чарте Adult Contemporary, продержавшись на вершине две недели. И пятое место Billboard Hot 100. Став прорывным международным хитом группы и ее первым хитом в топ-10 в США. Like a Virgin Песня американской певицы Мадонны Это титульная песня второго студийного альбома Мадонны, Like a Virgin. Была издана 6 ноября 1984 года, как первый сингл с этого альбома. Достигла первого места в США и Австралии. Песня Like a Virgin в исполнении Мадонны входит в составленный залом славы рок-н-ролла список 500 songs that sharp at rock and roll. Private Dancer. В переводе с английского – «Приватная танцовщица». Песня записана американской певицей Тиной Тернер. Изначально записана британской рок-группой Dire Straits. Она была написана вокалистом группы Марком Нопфлером и спродюсирована Джоном Картером для одноименного студийного альбома Тернер. Выпущенный как пятый сингл альбома трек достиг 7 место в американском чарте Billboard Hot 100 и 3 место в ход R&B Sorgs. Holding Out of a Hero. Переводится в английском «Требуя героя». Песня британской певицы Бонни Тайлер. Сначала прозвучала в фильме «Свободные» в 1984 году. Позже вошла в альбом Бонни Тайлер «Secret Dreams and Forbidden Fire» в 1986 году. Также она прозвучала в фильме «Короткое замыкание 2» в 1988 году. «Still Lovin' You» в переводе на русский «Все еще люблю тебя». Рок-баллада группы Scorpions выпущена в альбоме «Love at First Teen» в 1984 году. Считается международной визитной карточкой группы. Во Франции было продано около 1,7 миллионов копий. Песня является одним из самых успешных символов группы. Американская певица Лора Бренингана перепела песню и издала свою версию как «Сингл» в 1984 году. «Сингл» предварял выход ее альбома, который включал эту песню и тоже назывался «Self Control». Песня вошла в саундтрек к игре Grand Theft Auto Vice City. Помимо этого, песня звучит в одном из эпизодов телесериала «Полиция Майами». Также ее можно услышать в телесериале «Рыдзая в дорогах». «Only You» — песня в исполнении «Sewage», он же Роберт Адзанетти. «Sewage» — характерный представитель этого диска 80-х годов, исполнявший свои композиции на английском языке. «Колимбо де Луна» — «Sixthin' Happy Sons» — сборный альбом группы «Boney M», выпущенный в ноябре 1984 года. Песни «Колимбо де Луна» и «Хайпи Сон» были первыми песнями группы за три года, попавшими в топ-20 в Германии. «I want to know what love is» — в переводе на русский «Хочу знать, что такое любовь». Песня записана от британско-американской рок-группы Foreigner в 1984 году. Песня стала хитом номер один как в США, так и в Великобритании, и является одним из успешных синглов группы. Эта песня остается одной из хорошо узнаваемых и наиболее продолжительных радиохиторов группы, а также несколько раз появлялась в топ-25 чартах Billboard Hot Adult Contemporary Currents 2000-2001-2002 годах. «Гетап» — композиция в исполнении группы Digital Emotion. «Digital Emotion» — голландская евродистская группа, созданная в 1983 году и выпустившая два студийных альбома — «Digital Emotion» в 1984 году и «Outsight in the Dark» в 1985 годах. Подписывайтесь на наш канал, если не подписались, и не забывайте ставить лайки. Нам очень важна ваша поддержка. Всем мира и добра, и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова